Обманутых дольщиков становится больше. На этот раз в поисках справедливости они вышли на улицу в центре города, чтобы обратить внимание на свою проблему. Обещанные им в прошлом году таунхаусы так и стоят недостроенными. 17, 20, 24 миллиона и даже больше раздают щедрые жители области мошенникам. Наивность и доверчивость поражают, ведь у застройщиков, как оказалось, нет даже государственного акта на землю. Опять же, в темной истории фигурирует та же компания «Стройдом» и «П. Лагашкин», о проблемах с которой мы уже не раз говорили в эфире нашего телеканала. И тем не менее, люди доверяют свои деньги и немалые непроверенным лицам. В августе 2021 года я отчитала и отдала Лагашкину и его супруге Ольге Исаевой. 17 миллионов тенге. Менеджером у них является Лера, сестренка Ольги. Сейчас в октябре наш таунхаус уже должны были сдать в эксплуатацию. Но таунхауса нет. Более того, даже земли нет. Когда мы спрашивали, началось ли строительство, они обещали, что весной прошлого года начнут. Но так ничего и не начали. Нас просто-напросто обманули. А мне сейчас приходится снимать жилье, цены на которое тоже сильно подняли. На этот раз к нам обратились 14 человек. Общая сумма нанесенного им ущерба, по их данным, порядка 200 миллионов тенге. Более года назад также вложил 100%, то есть 17 миллионов на покупку данного таунхауса. Но так и никакие движения по данному строительству не происходят. Также приезжали неоднократно в офис и к Евгению Лагашкину, и к Ольге Исаевой. Кормят обещаниями, но никакая работа, ничто не ведется. Также и возврат денег не производится. На звонки не отвечают, трубки не берут. Поэтому также считаю, что это вид мошенничества. Вот на этой территории должны были вырасти современные комфортабельные таунхаусы. Однако земля до сих пор принадлежит третьим лицам, и жилье своей мечты этим людям еще неизвестно, сколько ждать. Равно как и возврата вложенных средств. Оплатили 50%. Потом через какое-то время узнали, что земля ему не принадлежит. Суд мы выиграли по-граждански. Уже 6 месяцев прошло, и до сих пор Ахшан ничего не вернул, денег нет. Потом БРЕК КСА написали заявление в полицию на факт мошенничества. Завели уголовное дело. На сегодня в производстве находятся три уголовных дела подобной категории. Это руководитель производственного кооператива граждан, который в 2016-2019 годы похитил деньги у 59 потерпевших на сумму более 160 миллионов тенге. Аналогично данное лицо в последующем образует жилищно-строительный кооператив. И в 2019-2021 годы похитил деньги у 32 потерпевших на сумму 36 миллионов тенге. В настоящее время расследование по уголовному делу завершено. Деяние подозреваемого лица квалифицировано по статье 189 части 4. По возмещению ущерба хотелось бы отметить, что в ходе следствия наложен арест на имущество подозреваемого лица на сумму более 100 миллионов тенге. Это недвижимое имущество, деньги и транспортные средства. По последнему делу в отношении ИП Лагашкина дело прекращено в связи с наличием гражданско-правовых отношений. То есть добиваться справедливости истцы могут в другой правовой плоскости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова